Кристина и Яна одни из новобранцев 7-й Барновойской поликлиники. Сразу попали на передовую, в регистратуру медучреждения. Наравне с опытными сотрудниками, третий курсницы медколледжа выполняют не только рутинную работу. Заполняют медкарты, вклеивают в них анализы, но и работают напрямую с пациентами. За день десятки человек. Родители Кристины такая ковидная практика напугала, но девушку успокоила и их, и себя. Боялись, конечно. Они были против, что сейчас такой период идет. Почему вас справляют на практику? А вы им что ответили? Надо. Все равно надо учиться, набираться опыта. И вы не боялись? Нет. Но я молодая, я не боюсь, в принципе. Я как-то просто перенесу это заболевание. На данный момент я раскладываю анализы по картам. Также я веду журнал «Больничный престол». Смотрю результаты обследования в системе МИС и создаю новые карты. И таких помощников 250 человек. Столько студентов Барнаульского медколледжа в рамках производственной практики ежедневно работают в медучреждениях города. Для каждого учащегося длится она всего две недели. В этом году помощь студентов, говорят врачи, неоценимое подспорье. Бригада студентов рассредоточена не только в поликлиниках, но и в колл-центрах. Была ли у вас температура вчера вечером и сегодня с утра? До обеда каждая из девушек обзванивает по 70-80 больных, что лечатся на дому. Таких в крае 18 с лишним тысяч человек. 11 тысяч из них с подтвержденным коронавирусом. Как правило, это возрастные пациенты. Девушки интересуются их состоянием, а если улучшений нет, сообщают врачу. Евгения принимает звонки третью неделю подряд, теперь уже как волонтер. Говорит, стала быстрее подбирать слова поддержки и консультировать по разным медицинским вопросам. Уделить больше внимания вопросам личной профилактики, вопросам поднятия иммунитета. Потому что я планирую работать в роддоме, и там двойная ответственность за маму и за ребенка. Таких колл-центров на Алтае три. Кроме врачей, в них работают 16 студентов и ординаторов. И последние обрабатывают пятую часть звонков. С учетом дефицита кадров, с учетом того, что наши сотрудники, не только наши, конечно, заболевают, то, конечно, это тот выход, который нам позволяет не снижать объемы оказания медицинской помощи. Чтобы и дальше помогать медицине края, студенты соблюдают меры защиты. Каждые два часа меняют маски и регулярно обрабатывают антисептиком руки. Когда заходим в поликлинику, мы обрабатываем руки. У меня тут сильно нет контактов с пациентами. Просто мою руки. Анализы, если я выдаю кому-то, там все равно же прикосновения какие-то есть. Вот обрабатываю. В условиях пандемии антисептики востребованы как никогда. Одну из партий в 2000 флаконов Барнаутскому базовому медколледжу передал фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. По словам руководства колледжа, такая поддержка поможет работающим студентам обезопасить себя и не выпасть из строя. Особенно тем, кто принимает пациентов вместе с терапевтами. И тем более смельчакам, идущим в красную зону. Вот буквально несколько дней две девочки пришли, вот они на практике находятся и говорят, мы хотим идти в госпиталь ковидный, в красную зону. Естественно, мы идем навстречу им. То есть, ну, я считаю, чисто даже вот с таких морально-этических моментов не надо препятствовать вот этим, ну, позывам, что ли, порывам человека. Эти парни и девушки всего на пару лет старше школьников, но работают в ковидных госпиталях, помогая врачам, у которых нет выходных по нескольку месяцев. Этой осенью сотни студентов кунулись в работу, которая оказалась намного серьезней практики, которую обычно проходят учащиеся колледжи. В условиях пандемии они в разы быстрее получают профессиональные навыки и осознают важность выбранного дела. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.